Продавец одного небольшого магазинчика прикрепил у входа объявление «Продаются котята». Эта надпись привлекла внимание детишек, и через считанные минуты в магазин вошел мальчик. Поприветствовав продавца, он робко спросил о цене котят. «От 30 до 50 рублей!» — ответил продавец. Вздохнув, ребенок полез в карман, достал кошелек и стал пересчитывать мелочь. «У меня только 20 рублей сейчас!» — грустно сказал он. «Пожалуйста, можно мне хотя бы взглянуть на них?» — с надеждой попросил он продавца. Продавец улыбнулся и вынул котят из большого короба. Оказавшись на воле, котята довольно замяукали и бросились бежать. Только один из них почему-то явно от всех отставал и как-то странно подтягивал заднюю лапку. «Скажите, а что с этим котенком?» — спросил мальчик. Продавец ответил, что у этого котенка врожденный дефект лапки. «Это на всю жизнь!» — так сказал ветеринар, — добавил мужчина. Тогда мальчик почему-то очень заволновался. «Вот его-то я и хотел бы приобрести». «Да ты что, мальчик, смеешься? Это же неполноценное животное! Зачем оно тебе?» «Впрочем, если ты такой милосердный, то забирай даром. Я тебе его и так отдам», — сказал продавец. Тут, к удивлению продавца, лицо мальчика вытянулось. «Нет, я не хочу брать его даром», — напряженным голосом произнес ребенок. «Этот котенок стоит ровно столько же, сколько и другие, и я готов заплатить полную цену. Я принесу вам деньги», — твердо добавил он. Изумленно глядя на ребенка, сердце продавца дрогнуло. «Сынок, ты просто не понимаешь всего. Этот бедняжка никогда не сможет бегать, играть и прыгать, как другие котята». При этих словах мальчик стал заворачивать штанину своей левой ноги. И тут пораженный продавец увидел, что нога мальчика ужасно искривлена и поддерживается металлическими обручами. Ребенок взглянул на продавца. «Я тоже никогда не смогу бегать и прыгать, и этому котенку нужен кто-то, кто бы понимал, как ему тяжело и кто бы его поддержал», — дрожащим голосом произнес мальчик. Мужчина за прилавком стал кусать губы. Слезы переполнили его глаза. Немного помолчав, он заставил себя улыбнуться. «Сынок, я буду молиться, чтобы у всех котят были такие прекрасные и сердечные хозяева, как ты». В действительности не столь важно, кем вы являетесь, а важен тот факт, есть ли кто-то, кто будет вас по-настоящему ценить за то, какой вы есть, кто примет и полюбит вас без каких-либо оговорок. Ведь тот, кто идет к вам, в то время как весь мир уходит от вас, и есть настоящий друг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова